Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбл Макс, и в этом видео мы с вами ответим на вопрос, во что же мы будем играть на Xbox Series S и на Xbox Series X. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также написать свое мнение на этот вопрос. Ну а также ловите подписку Яндекс Плюс на 90 дней совершенно бесплатно, если что, ссылочку на активацию я оставлю в описании. Данный видос я решил записать после того, как многие в комментариях начали писать, что на Xbox Series S и на Xbox Series X не будет игр, мол, вы купите консоль, и там игр нема. Давайте перейдем в магазин и посмотрим, во что же мы будем. Также я расскажу, в какие игры вообще появится на Xbox Series, все это обсудим. Короче, погнали. Как вы можете заметить, стали появляться игры, помеченные вот таким вот значком. Если что, это означает, что игра будет оптимизирована под новые консоли, получит, так скажем, некие улучшения, либо там 120 FPS, может 60 кадров, может быть трассировка лучей и так далее. И, в принципе, в эти игры мы сможем поиграть на новые консоли в лучшем качестве. Если посмотреть на весь список, то, наверное, нас, к сожалению, не ждут какие-то эксклюзивы, к сожалению, потому что компании, видимо, не смогли что-то предоставить к выходу консоли. Хейла у них сорвалась. Кстати, Хейла сорвалась, мне кажется, для всех внезапно, потому что стали делаться рекламные кампании, замутили коллабу с Энергетиком. Кстати, покажу сейчас. Во, видали? Они, в принципе, запустили эту акцию. Если что, Энергетик можно найти уже в России, он продается там, видимо, либо под крышкой, либо там внутри банки ключ на буст, на двойной опыт, по-моему, в Хейл и Инфинит. Короче, с Хейл у них произошла какая-то лажа. Я понимаю, что, в принципе, в новом поколении это выглядит не очень, потому что все ждали всего этого, в итоге они не получили, хотя могли бы, но придется без эксклюзивов. Пока у нас есть мультиплатформа, и давайте глянем, что же такого здесь интересного. Лично для меня в новом поколении, ну не в новом поколении, а при выходе Xbox, очень интересно поиграть в Cyberpunk, когда он получит улучшение под Xbox Series. Мне очень интересно, как эта игра будет выглядеть и на Xbox One, и на Xbox Series, потому что, мне кажется, разница будет велика. На Xbox One, я думаю, она будет еле тащиться. Не знаю почему, просто такое подозрение, недаром ее так переносит. Также я, наверное, приобрету колду новую, но, блин, в колде произошла, так скажем, неловкая ситуация, что нам сказали, ребят, если вы хотите, так скажем, Smart Delivery, получить более улучшенную версию на новых консолях, будьте добры покупать версию за 70 баксов. На мой взгляд, это немножко жадно, жадно так же, как и у Sony, потому что в игре Человек-паук произошла такая же ситуация. Обладатели игры Spider-Man на PlayStation 4 не смогут ее бесплатно получить на PlayStation 5. То есть, они смогут ее запустить, по-моему, по обратной совместимости, но улучшений для ремастера они не получат. То есть, им нужно будет доплачивать 20 баксов, и тогда у них будет тот самый ремастер с новым, там, Человек-пауком, ну, с Питером Паркером, и с технологией, там, торсировкой лучей и так далее. Но, знаете, по слитому геймплею скажу так, что многие даже не вдохновлены тем, что показали, потому что игра будто стала выглядеть чуть хуже. Я не знаю, как будет по факту, потому что на YouTube мало что можно заметить, но пока мнение у игроков такое. На мой взгляд, в этой теме майки большие молодцы, что они не жадничают, так сказать, и без проблем дают бесплатный апгрейд практически на всех заявленных играх. То есть, на эксклюзивах, не на эксклюзивах, то есть, с этим у них все неплохо. Я, да, понимаю, что на PlayStation 5 тоже есть та же тема, что у Smart Delivery, но, опираясь на Человека-паука, не факт, что она будет во всех играх. Также мне очень интересно попробовать Dirt, потому что там будет 120 FPS. Я ни разу не пробовал, что такое 120 FPS, и, наверное, придется для этого брать какой-нибудь модик, либо у кого-нибудь его стрельнуть, либо что-нибудь еще. Кстати, было бы неплохо, если бы в магазине писали бы, во сколько кадров идет игра и переведена ли она на русский язык. Ну, реально данную информацию иногда хочется узнать. Также я хочу напомнить, что Gears 5 также будет идти в 120 FPS, тоже будет интересно. Вот, а насчет Ассасина, я его не планирую покупать, и не только потому, что, так скажем, он у меня вызывает подозрения, но еще потому, что Ассасин, наверное, перестал быть тем Ассасином, которым был раньше. Если помните серию Этсо, если она вам безумно нравилась, то ставьте лайк, я просто без ума от нее был. Но вот то, что сейчас с Ассасином происходит, немножко не то. Насчет подозрений по поводу этой игры. Если помните, мы смотрели трансляцию Юбиков, мы следили за новостями, и дело в том, что по этой игре практически нету новостей, ничего не показывают. И у меня такое подозрение, что в этой игре будет какой-то жесткий косяк. Либо будет фиговая оптимизация, либо, я не знаю, она будет нереально недоделанная, либо что-то еще, потому что об этой игре почему-то говорят крайне мало. И это странно, потому что всегда, когда выходил новый Ассасин, все кричали, пацаны, новый Ассасин, он будет такой-то крутой, то-то, 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 то-то. В итоге, даже на самой главной презентации Юбиков, Ассасин вообще никаким боком не был показан. Не в трейлере, не геймплейных моментов, и как-то, ну, очень подозрительные страны, я считаю. Также для Next Gen'а будет Watch Dogs и Legion. Насколько я помню, там будет трассировка лучей. И FIFA. FIFA, и, кстати, вот, мне интересно тоже попробовать FIFA на новом поколении, интересно, чем она будет отличаться от старого. Также хочу напомнить самое главное. Все ваши игры, вся ваша библиотека игр от Xbox One перекочует на Xbox Series, то есть в них можно будет продолжить играть. То есть, несмотря на то, что на Xbox, по сути, не будет эксклюзивов, не будет Halo, может быть, еще каких-то новых игр, да, в нем мы сможем попробовать вот все эти игры и продолжить их играть. Кстати, Avengers тоже получит поддержку Smart Delivery и получит улучшение для Xbox. Лично я продолжу не играть, мне она понравилась. Вот, поэтому, в принципе, игр дофига, особенно у тех, кто обладает подпиской Xbox Game Pass Ultimate или Xbox Game Pass. Потому что, если вы обладаете Ultimate, напоминаю, что включится туда и подписка EA Play с 10 ноября, то есть игры будет завалить. Вот, единственное, наверное, всех парит все-таки эксклюзивы, но тут, сорян, нужно ждать, поскольку студии работают, студии готовятся, майки купили беседку. То есть, ну, игры будут навалом, но стоит подождать. Поэтому не ведитесь на комменты тех, кто говорит, вот, у вас игр не будет, вот, смотрите, сколько игр. Да, я понимаю, что это, по сути, обратная совместимость, но придется подождать. Если сравнивать Sony, то да, у них ситуация чуть получше, поскольку у них есть Человек-паук. Но, опять же, это спин-офф и переиздание старого Человека-паука, переиздание Demon's Souls, Suckboy. По-моему, скоро выйдет Ratchet & Clank и еще что-то, как бы. Ну, тоже список невелик, но это, как бы, лучше, конечно же, что предоставляет Xbox Series в плане эксклюзивов, потому что Xbox Series вообще не предоставляет. Но, опять же, это просто дело времени. Поэтому пишите в комментариях, во что вы будете играть, в какие игры на Xbox Series, какие игры вы будете ждать. Я лично жду все-таки Halo. Надеюсь, что они ее допили до идеала, что это просто будет реальная next-gen игра. Надеюсь на новый IP, а именно на Perfect Dark, именно на ту студию, которая, по слухам, ее делает, потому что у них довольно-таки сильная команда. Плюс жду продолжение Gears, обязательно жду, потому что это одна из моих любимых серий. Вот, и, наверное, все. Шучу, не все. Конечно же, жду новую Forza, новую Forza Motorsport, новую Forza Horizon и новый Fable. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Если вдруг он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, в какие игры вы будете играть. Спасибо за просмотр, ребята, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok